Здравствуйте! На портеле «Экзогет» мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас очень мужской вопрос. Как воспитать из мальчика мужчину? Во-первых, для того, чтобы воспитать из мальчика мужчину, нужно его воспитывать. К сожалению, очень часто мы не считаем, что воспитание – это какой-то специально организованный процесс, что им нужно специально заниматься, и наши дети растут как трава. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». То есть воспитывай сына твоего. Воспитание – это специальный процесс. Конечно, это не значит, что вы должны карать вашего сына, что вы должны лупить его смертным боем, ставить на горох, или вообще применять к нему меры физического воздействия. Наказание – это, по сути дела, процесс, который мы, как поставленные Богом родители, реализуем на наших детях. Сами по себе мы взрослые, и нам напрямую сказано, что мы лично должны уклониться от зла и сотворить благо. Это и есть, собственно, процесс самовоспитания. То же самое необходимо применять и по отношению к нашим детям, которые еще, может быть, маленькие, неразумные. Мы должны пресекать то зло, которое рождается в них, если оно не будет пресечено, способно полностью овладеть нашими детьми и побуждать их подталкивать, стимулировать различным образом к сотворению блага. То есть мы должны понять для себя, что такое зло для мужчины и что такое благо для него. Если исключить общечеловеческие представления, естественные, о том, что заповеди Божии одинаково необходимы к соблюдению как мужчинам, так и женщинам, и поговорить о, собственно, мужских добродетелях, которые необходимо в мальчике воспитать, то надо сказать, что в первую очередь это ответственность. Мальчик должен иметь возможность, желание и силы отвечать за себя, за свои поступки и за тех людей, которые, оказывается, вверены его попечению. То есть в первую очередь это воспитание ответственности. Каким образом этого можно достичь? Ну, необходимо давать поручения, которые от начала до конца мальчик или потом уже подросток или юноша может сделать сам, при этом вовсе не требуется жестко его опекать и контролировать. Чем более сложные задачи придется самостоятельно решать вашему воспитаннику, тем интереснее на самом деле будет это ему казаться, тем более ответственным он будет становиться. Что же касается волевых качеств, которые также необходимо прививать будущему мужчине, то лучше всего с этим справляются всевозможные спортивные секции, в которых будущий мужчина овладевает навыками борьбы или другими способами преодоления себя. Потому что для того, чтобы быть ответственным человеком, нужно уметь преодолевать себя, преодолевать свою слабость, преодолевать свою боль, преодолевать свою немощь. И наилучшим образом в этом деле в современном мире нам помогают всевозможные спортивные секции и мероприятия, в которых мальчик в компании, в обществе других мужчин разного возраста, как младше его, те, которые младше его, так и те, которые старше его в присутствии взрослых мужчин, он должен достигать определенных результатов. Очень хорошо, когда семья ваша многодетная, и мальчик является старшим братом. Таким образом, он с самого раннего детства привыкает к тому, что на нем лежит серьезная ответственность о его младших братьях и сестрах. И еще один очень важный есть момент. Ни в коем случае не нужно будущего мужчину унижать никаких слов подобных «ты никуда не годишься», «да что же это за ребенок у меня такой», то есть роняющий самооценку будущего мужчины. Таких высказываний допускать крайне не приветствуется. И, конечно, настоящий мужчина любит Бога, и любовь к Богу, к церкви, к богослужению является важнейшим элементом воспитания мужчины. В последнее время часто говорят, что православие стало женской религией, может показаться, что это действительно так. Хотя на самом деле предстояние Богу, ответственность перед Богом за себя, за свою семью — это важнейшая черта православного мужчины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...